итак сегодня посмотрим два вентилятора фирмы мастер это модели df 20p с производительностью 6600 метров кубических в час и вторая модель тоже мастер и мы все теперь заявленной производительностью 19200 кубических метров в час модели позиционируется как полупрофессиональные мы посмотрим просто что они реально могут потому что цифры которые написаны они мало о чем говорят как вот нашлось такое помещение промышленнослов ну какой-то производственно складской достаточно длинный проход сейчас мы посмотрим на какое расстояние каждый из вентиляторов может протолкнуть поток воздуха и так начнем с младшей модели диаметр лопастей 500 миллиметров 3 скорости поехали чтобы понимать движение воздуха вот такую элементарную приспособу сделал две ленточки 1 потяжелее вот георгиевская и вторая тоненькая легкая посмотрим на каком расстоянии они перестанут шевелиться пошли мгновенной реакции стоит не стоит ждать потому что у воздуха есть тоже сопротивление сейчас подождем когда до нас дойдет поток ну вот он пошел ленточки начали шевелиться отходим дальше я буду останавливаться через каждые три метра вот по плитам они как раз ровно 3000 миллиметров каждый я по стыкам буду идти значит и это пока первый скоростной режим у вентилятора маленького смотрим тяжелая ленточка слабее легкая достаточно активно шевелится отходим еще на три метра ждем шевелится и та и другая шевелится и та и другая отступаем еще на три метра шевелится и та и другая тяжелая ленточка слабее легкая еще заметно шевелится отходим еще на три метра посмотрим так сбоку посмотрим так сбоку ну ленточки незаметно чтоб шевелились но по лицу струи воздуха не будет ощущаются ну ладно будем считать что это расстояние для первой ступени скоростной сейчас померяем сколько она составляет достаем приборчик вот мы навели на ворота нажимаем смотрим двадцать с половиной метров ну вычитаем метр на который они отодвинуты от ворот в общем где-то девятнадцать с половиной двадцать метров это первый режим переключаем на второй также сейчас дождемся когда он протолкнет смотрим ну что то так вот чуть-чуть пошло вот он достал вот поток достал по лицу сильно ощущается и ленточки правая ленточка активно начала шевелиться отступаем 3 метра ждем по ленточке слабо видно но кожей ощущаешь движение воздуха то есть это сейчас 23 метра расстояние но есть слабые шевеления давайте на третью скорость переключим ну тут надо дождаться сейчас вот вот процесс не быстрый в общем ощущение только кожей по ленточкам незаметно а нет нет вот все дошло вот дошел поток зашевелились давайте еще отойдем внутри но может быть каким-то приборами это и можно уловить но вот нашими так сказать примитивными это уже не показывает может быть это дрожание руки может быть все-таки воздухом шевелит в общем остановимся на этом еще раз замеряем расстояние так наводим на ворота 26 с половиной метров это получается максимум для младшего вентилятора все его выключаем сейчас попробуем посмотрим разницу с большим включаем большой включаем большой у этого вентилятора два режима скоростных сейчас первая ступень подождем немного то есть мы стоим на том же месте где практически остановился поток от младшего вентилятора так наш супер прибор измерительный вот видите что началось активно обе ленты зашевелились отступаем еще три метра поток хороший отступаем видите ленты активно шевелятся так мы сейчас зашли уже в зону темноты поэтому может быть качество упадет но я думаю что ленты будет видно еще отступаем на три метра активная подвижка идет последние три метра потому что я упираюсь уже в огромный каток который здесь стоит дальше пройти невозможно видно да хоть в темноте но видно ленты так померяем расстояние что у нас получилось наводим на цель делаем замер так 38 вам конечно не видно ну попробую попробую как-то поймать 38 с половиной метров минус метр это 37 метров шевеление лент достаточно активная поэтому можно еще дальше отступать ну раз отступать некуда давайте посмотрим что произойдет вторая ступень запаситесь с терпением нужно дождаться когда усиленный поток дойдет вот вот он пошел ну во всяком случае правая лента шевелится хорошо вот и левая пошла вот они вот поток доходит своей как сказать основной массы итак какой вывод конечно можно было бы еще отойти 40 метров ну тут может быть даже 45 он бы уверенно вот сейчас очень хорошо вот по лицу прямо хорошо струится воздух поэтому перемешивание воздуха на таком расстоянии происходит достаточно активно ну ребята вот сейчас вообще зашевелилось ну-ка посмотрим на ленту ну в общем вот 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 хорошо 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 пошло 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 ну то есть я думаю что даже тут не 45 еще метров 10 можно было бы добавить то есть где-то около 50 это можно было бы поймать но возможности нет поэтому на этом мы остановимся вот сейчас я иду навстречу потоку ну и просто ветер уличный ветер сейчас 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 дойду вот вот интересно вентилятор выключили а остаточные потоки еще обдувают лицо ну вот все итак возможности этих вентиляторов я показал ну и где же такие вентиляторы могут применяться назначение то есть применение наверное достаточно широкое может от праздничных каких-то мероприятий где нужно чтобы активно раздувались либо флаги либо юбки чьи-то до строительных работ когда производятся ну какие-то работы связанные с большим испарением влажности это либо заливка полов бетонных либо большие объемы штукатурки вот и для лучшей циркуляции воздуха которая ускоряет существенно ускоряет процесс высыхания поверхностей я думаю что это будет тоже полезно в холодное время года наверное это будет уместно в паре с тепловой пушкой чтобы теплый воздух разносить в самые дальние закутки в теплое время можно влажный воздух просто выгонять наружу ставить где-то у оконного дверного проема и вытаскивать влажный воздух ну то есть применение каждый определит сам видя их возможность которую я сегодня постарался продемонстрировать каждый сам решит для чего он ему нужен на этом все всем пока спасибо за терпение спасибо 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 Продолжение следует...